Именно его высмеивал в своем романе Булгаков. Ты же, Лера, в такой же примерно конструкции живешь, да? Представляете, если бы сейчас был YouTube или там интернет в то время существовал, и все равно бы писали комментарии, что ему делать. Дом как раз Сергея Ивановича Щукина, где у него висели все эти картины. Сейчас это особняк принадлежит Министерству обороны. За что люблю столицу нашей Родины? За то, что сюда приезжаешь в это время в конце марта, в начале апреля, и здесь можно дышать, потому что здесь ездят всевозможные очистительные машины, и все это вылизывают. В Петербурге совсем не такая история, друзья мои. Если вы хотите приехать к нам на берега Невы, учтите, что вы можете просто задохнуться в какой-то момент в самом центре города, да и не только. Но это вот такая небольшая ремарка. Мы находимся возле такого программного произведения Гельфриха и Щуко. Это всем известная библиотека. Тут у нас памятник под названием на приеме у практолога. Это Достоевский, который в такой странной позе находится. Хотя я ничего странного в этой позе не нахожу, потому что Федор Михайлович у нас был человек сам. Не без странностей. Если же мы посмотрим... Давайте пройдемте сюда чуть-чуть. Если же мы посмотрим на то, что раньше находилось на этом месте, то мы увидим с вами фотографию с изображением архива Министерства иностранных дел. И более того, на этой фотографии, если приглядеться, вы увидите такой заборчик своеобразный. Это то, чем перегораживали в свое время улицы от неких людей даже в начале 20 века. И обратите внимание на башенку, которая находится слева. Она нам еще пригодится, потому что мы находимся с вами на углу Моховой и Воздвиженки. И вот этот вот дом на самом углу Воздвиженки, это Дом Советов. Дом Советов номер 3. Таким образом обозначали, ну как бы сейчас сказали, общежитие для номенклатуры, которая переехала из Ленинграда в Москву, когда Москва опять стала столицей, в данном случае уже молодой Советской Республики. И ей нужно было этой номенклатуре где-то селиться. Поэтому был первый, второй дом Советов. Это, соответственно, например, гостиница Националь, гостиница Метрополь. Вот это третий. Мы с вами еще придем к пятому дому. То есть просто заезжали люди и селились. Для города, где не хватало квадратных метров жилья, где, соответственно, все идтились по углам и так далее, это, конечно, было застрелиться не встать. Так вот, если бы мы с вами, ну в данном случае мы не будем бежать, если бы мы с вами сделали фотографию от манежа туда в створ воздвиженки и посмотрели бы, как это выглядит до революции, мы как раз увидели бы ту самую башню. Что это за башня? Вы теперь знаете, это часть архитектурного комплекса, хранилища, архива Министерства иностранных дел. А если вы хотите озадачиться вопросами хранения, особенно хранения данных в наше время, то вам надо знать следующее. К слову об архивах. В эпоху тотальной цифровизации они все больше переходят в интернет. Здесь крайне полезной будет опция Яндекс.Поиск по архивам. Мне он помогает более глубоко изучить информацию и еще больше погружаться в историю мест и имен. Например, улица Воздвиженка названа так в честь Церкви Воздвижения Креста Господня. Но когда я готовился к этому выпуску, то воспользовался сервисом и узнал интересный факт. В Москве была не одна церковь таким названием. Забьем в поиск Церковь Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня Москва. Находим метрическую книгу за 1850 год с записью из консистории. Кстати, где находилась консистория, я показывал в выпуске про Лубянку. И в этой книге читаем. Церковь Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня, что на пометном вражке. Заметьте, система сама расшифровала рукописную запись. Я никогда не слышал про такой топоним. Забиваем уже в простой поиск пометный вражек в Москве. И вуаля, храм Воздвижения Креста Господня на чистом вражке. Оказывается, он когда-то назывался пометным, поскольку туда вывозили навоз с новоконюшенного государева двора. Поскольку я давно хотел сделать маршрут в районе Девичьего поля, где находится эта церковь, то получил прекрасное дополнение к намечаемому маршруту. Ну а если копнуть еще глубже, то для постройки здания Московского архива здесь находились владения Нарышкиных. Происхождение их рода весьма туманно. К этому роду относился Михаил Михайлович Нарышкин, декабрист, член Союза Благоденствия и Северного Тайного Общества. В метрической книге можно найти запись о его рождении. В общем, нейросети Яндекса распознают архивные документы от середины 18-го до начала 20-го века. Яндекс ищет по метрическим книгам, ревизским сказкам и исповедным ведомостям из трех архивов – Москвы, Новгородской и Оренбургской областей. Нужно даже найти, какому сословию принадлежат ваши предки. Ссылку на Яндекс.Поиск по архивам размещу в описании под этим роликом. А теперь давайте с вами перейдем по пешеходному переходу на ту сторону улицы. И запечатлев память этот дом на углу воздвиженки Маховой, я вам пока тем временем расскажу, что здесь происходило в декабре 1905 года. Восстание, вооруженное, а там находится квартира госпожи Андреевой. Андреевой – это гражданская жена Максима Горького. Причем, более того, это была квартира даже не ее, это была квартира ее мужа. И в этой квартире, выражаясь временным языком, располагался штаб подготовки боевиков. Там жили кавказцы, которые спали на медвежьих шубах. Мы знаем об этом из-за вспоминаний и Андреевой, и из-за вспоминаний такого человека, как Буренин, оставивший записки о боевом центре при партии большевиков. Там проходит пистер-класс о том, как приготовить бомбы. Туда стекается информация со всей Москвы, где что происходит, куда нужно отправить какую-то помощь. То есть, это корреляционный центр. Ну и самый, конечно, потрясающий эпизод, описанный в воспоминаниях как раз-таки самой Андреевой. Под ней жил действительно статский советник. И он, в зависимости от того, побеждала революция или нет, постоянно менял табличку у себя на двери. То он ее снимал, то вешал обратно. У нее была жена, которая играла на рояле. Абсолютно нормальная история для того времени. Заметьте, не на пианино, а на рояле. То есть, это говорит о размерах квартир. И вот здесь обратите внимание, да, что здесь жил всесоюзный старец, как его называли. Михаил Калинин. Именно потому, что здесь располагался этот самый дом советов. И один раз этот советник поднялся к горькому и сказал, что, ну, вы знаете, у меня жена довольно нервный человек, а у вас стреляют. И одна из пуль попала в рояль. Вы не могли бы стрелять потише? То есть, зацените контекст происходящего. Сюда же приносили, соответственно, оружие, которое потом распределялось по Москве. Сюда доставлялась нелегальная литература. Максим Горький стал же не въездным. И получил возможность вернуться на родину только в 1913 году, когда династия Романовых праздновала 300-летие. А потом, в 1918 году, он выпустил произведения под названием «Современные мысли», в которых не очень соглашался с политикой партии Ленина. Ну и, соответственно, поскольку он был буревестник революции, просто так от него было не избавиться. Его вытрыли по-доброму, как бы подлечиться. Ну, время прошло, деньги закончились, поступала старость, и Горький пересмотрел свою позицию, вернулся в Советский Союз. И, собственно, ему принадлежит фраза, например, «Если враг не задается, его уничтожает». То есть, вот такие вот кульбиты он совершал во время своей жизни. Я к тому, что у людей есть свойство менять свои воззрения, свои позиции. И понятно, что те, кто находятся на диванах и строчат комментарии, они-то прямо руссо-туристы облику морали. Но, как бы мы с вами появились в той или иной критической ситуации, мы не знаем. Здесь у нас пьянти к Ломоносову, да, поскольку мы зашли с вами во двор Московского университета. Каждый раз я спрашиваю, а кому, по идее, в первую очередь нужно поставить памятник? Конечно же, Ивану Шувалову. Потому что именно он, друг сердечной Елизаветы, пи***ной Лизоньки, подсунул ей этот самый приказ в Татьяне Андреевне, чтобы она его подписала. Он ее еще интересно, ну, попросту говоря, развел на деньги. Она не хотела, конечно, давать деньги ни на какой Московский университет. Он сказал, слушай, Лизонька, дай мне три тысячи. Она говорит, зачем? Ну, мне надо, это говорилось тогда, на булавке. На булавке, значит, то ли матушке, то ли подружке какой-то. Она им ответила, ну, какой же ты дурак, кто ж на три тысячи булавок-то накупит. И дала ему сорок с чем-то. И вот он эти сорок с чем-то тысяч пустил, соответственно, на основание университета. Но он дворянин, поэтому Михаил Ломоносов, безусловно, имел отношение к московскому университету. Но он его не основывал. Не мудрено, что он получил наименование имени Ломоносова. Тем более, что мы сегодня коснемся еще такой темы, как борьба с космополитизмом и низкопоклончеством перед Западом. И во время этой такой тенденциозной кампании, там как раз было поразглашено, что вот, например, закон Ломоносова, а не Лавуазия. Ну и вообще, как бы, велосипед изобрел русский крестьянин, воздушный шар изобрел русский крестьянин. Параусы изобрели Черепановы и вообще Россия и Родина Славнов. Здесь у нас мемориальная доска, посвященная Клименту Тимирязеву. Мы еще с одним Климентом столкнемся с вами. Тимирязев очень приветствовал учения Ленина. Он умер в 20-м году, достаточно вовремя. Поэтому, для большевистской пропаганды, ему, соответственно, и памятники, и номинования в честь его, чего бы только ни было. А вот здесь, обратите внимание, что же домосоны подкопали храм, поскольку он у нас построен еще в 17 веке. Это ярчайший образчик нарышкинского, так называемого, барокко. Это то, чего нет, ну и по понятным причинам быть не может на территории Санкт-Петербурга. Сейчас мы отойдем подальше, чтобы посмотреть его уже в перспективе. То есть для нас, например, в Питере барокко, это прежде всего, конечно же, там Зимний дворец, Большой дворец Петергофи, Большой дворец в Царском селе. А вот в Москве уже было, ну не только в Москве, надо сказать, но и здесь уже было вот такое. Или еще его называли московской узорочи, узорочатый стиль. И вот потом, когда, особенно в эпоху Александра III, искали наш новый национальный свой стиль, очень активно использовали ряд элементов, подобных в гражданском строительстве, строительстве доходных домов. Ну и мы с вами выходим в Романовский Романов переулок, названный так в честь того самого боярина Романова. Но для меня этот переулок, конечно, ценен тем, что здесь висят две очень знаковые лично для меня мемориальные доски. Они связывают этот переулок с моим родным городом. Но в данном случае мы говорим не про Петербург, а про Ленинград, поскольку там сидит доска в Венесенском и Кузнецово. Алексей Кузнецов, это был тот человек, который по факту руководил обороной Ленинграда во время блокады. Потому что, как свидетельствовал его сын, о котором я еще пару слов скажу, у Жданова, ну у него была такая тенденция во время бомбежки спускаться моментально в бункер с больным, что, в общем-то, нормально. А наверху оставался его первый зам Алексей Кузнецов. И вот если мы посмотрим на этот дом, это как раз пятый дом Советов. Он весь, знаете, как иконостас увешан мемориальными досками. Вот тут и самый Климент Ефремович Ворошилов. Здесь есть еще ряд довольно показательных людей. Фрунзе Михаил тоже непонятно как умер, если верить Бабелю, которого потом за повесть непогашенной луны репрессировали. Вот эта стандартная история. Курдонер, о которой я всегда рассказываю. То есть это революционный, очень богатый доходный дом в Москве. Начиная с 20-х годов он был занят крупными советскими чиновниками. Так вот, когда началась блокада, ну, конечно, никто был не готов по факту, ни физически, ни морально никак. Вот, кстати, еще один очень характерный человек. О нем, конечно, надо еще рассказывать. У нас на Большоморской есть на здании, так называемой, тряпки. Это университет текстильной промышленности. Тоже висит мемориальная доска, посвященная. Отчасти ленинградец Алексей Николаевич Косыгин. Это человек, который занимался легкой промышленностью у нас в стране. То есть той областью, на которую советское правительство никогда пристально вниманию не обращало. А ведь если бы начали выпускать какие-то там пресловутые джинсы советские, да, и делать какую-то одежду более разнообразную, то, возможно, и советский строй бы дольше прожил. Косыгин, он, в отличие от многих своих коллег, он, когда ездил в санаторий, он остановился в простых номерах, ходил в простые столовые для того, чтобы понимать, чем живет простой советский народ и общался с ними. И он был единственным, единственным в политбюро, кто был против ввода войск в Афганистан, поскольку понимал, к чему это приведет. Ну, это еще одна такая связь с Ленинградом. А вот эта вот потрясающая история, да, это Емельян Михайлович Ярославский. И по паспорту он, Миной Израилевич Губельман, он возглавлял общество воинственных бузбожников. И это не мем, это так оно называлось. И журнал такой же, да, Безбожник. И именно его высмеивал в своем романе Булгаков, в романе Мастера Маргариты, да, где, соответственно, там, помните, разговор сам в начале Берлиоза с поэтом Бездонным. То есть, соответственно, это на него бачку катило. Вот первая мемориальная доска, это Николай Вознесенский, наш ленинградец, который возглавлял генплан, обратите внимание, 50-й год жизни. В ходе ленинградского дела он был расстрелян. Ну, а самое главное, конечно, мемориальная доска висит дальше. Алексей Кузнецов был тем человеком, который выступил с инициативой создания той самой дороги жизни. Вот, видите. Ну, я вам поставлю фотографию, как он выглядел, потому что здесь, конечно, немножко такое, не совсем его привычное для нас изображение, поскольку в камне. Он, чтобы вы понимали, для того, чтобы поддерживать дух ленинградцев, семья его была эвакуирована, так вот он вернул из эвакуации своего сына, которого на тот момент было 5 лет. Вот здесь мемориальная доска, да, написано, что с 20-х годов дом Советов. Вообще, это ансамбль доходных домов графа Шереметьева. Ну, не мудрено, потому что доходные дома приносили большое количество денег. И он этого сына своего, Алексея Кузнецова, он таскал за собой везде, он таскал его на предприятия. Есть известные фотографии, ну, как известные, тогда были известны ленинградцам. На одной из них его сын стоит в каске, по его рассказам, просто какой-то солдат его встретил, у него висела запасная каска на поясе, и он эту каску на него надел. И для ленинградцев это было, конечно, крайне важно видеть, что глава, ну, по факту не глава, а глава города Болжданов, да, но тот, кто реально руководит городом, он никуда не убежал, он здесь с ними, вот его сын малолетний, соответственно, город не сдастся. Была проведена колоссальная работа по, ну, как можно сказать, перестройке промышленности, да, военные нужды, конверсия была сделана. Ну, и в 44-м году в Ленинграде случилось совершенно уникальное событие, абсолютно не характерное для Советского Союза. Если в Москве улица Кирова так и осталась, улица Кирова не стала Мясницкой, если улица Театральная не стала таковой, осталась не улица, извините, площадь Свердлова, если площадь Держинского осталась, площадь Держинского и не стала Лубянка и так далее, то у нас в 44-м году, зацените, площадь Юридская переименовывается обратно в Дворцовую площадь. Проспект Володарского переименовывается обратно в Литейный проспект. Проспект 25 октября переименовывается обратно в Невский проспект. Улица 3 июля переименовывается обратно в Садовую улицу и так далее. Это был просто уникальнейший факт, потому что казалось, что после того, что случилось в Ленинграде, люди могут рассчитывать на небольшую такую, не то чтобы либеризацию, но вот чуть-чуть, чтобы были отпущены тиски. Ну и Сталин сначала Жданова дернул, а потом за ним всю его команду. И, конечно, перетянул Кузнецова, потому что был момент в 43-м году, когда зам наркома Меркулов по государственной безопасности прилетел в Ленинград и привез записку, написанную красным химическим карандашом. И там с обращением на «ты», хочу заметить, Сталин редко к кому на «ты» обращался, было написано, что Алексей вся надежда на тебя, да, то есть ты должен спасти этот город. Ну и Алексей, в общем-то, как мог, город спас. И Сталин на одном из банкетов назвал его своим преемником, а там вокруг сидят Молотов, Маленков, Берия. Ну, смысл, как бы преемник. Какой он в бане преемник? То есть уже начала формироваться некая неприятная атмосфера и ситуация для Кузнецова. Вот, если мы посмотрим оттуда, там за, соответственно, деревьями угадывается особняк в мавританском стиле, принадлежавший Арсению Морозову. Брату Ивана Абразовича Морозова он наспорт прострелил себе ногу и сказал, что он не почувствует боли, перетерпит. Он действительно боль перетерпел, только умер от заражения кровью. Я вам подставлю фотографию вот оттуда. Там с правой стороны еще один брат Михаил Морозов стоит. И там, на этой фотографии, мы видим, это сделано во дворе как раз этого особняка, про который, ну, мать его говорила, это известная история, что раньше я думал, что ты у меня дурак, а теперь вся Москва будет знать об этом, потому что ей очень не нравился стиль этого дворца. И там на этом, на этой фотоснимке, вы можете видеть, позади церковь торчащую, да, вот она стояла ровно как раз на этом месте, где сейчас находится этот подземный переход, в честь которой, в честь церкви вознижняя, собственно, и вся эта улица и названа. В честь церковь возниженную. Этот Михаил Морозов тоже плохо кончил, потому что он был, кстати, первым, кто начал собирать живопись иностранную, но любил там с утра, да и не только с утра, поесть сырого мяса с перцем, шлифануть это все водочкой. Ну и, понятное дело, с таким здоровьем он недолго протянул. На этом месте раньше стояло здание гвардейского общества офицерского. Если вот мы посмотрим на фотографию старую, то мы увидим, что вот там вот над аркой есть надпись об этом. Это была такая попытка офицеров, ну, каким-то образом, хоть немножко добиться скидки на определенные товары, потому что, например, обмундирование стоило адски дорого для них. Ну и у нас, соответственно, в Петербурге тоже было гвардейское общество, нынешний ДЛТ. А вот здесь мы проходим, обратите внимание, в государстве музея архитектуры имени Щусева. Мы об этом еще пару суть скажем, потому что, конечно же, у Алексея Щусева тоже интересна судьба. И кто бы знал, что в его, ну, не в его, в музее его имени будет вставляться архитектор Мельников, с которым он бодался. Так вот, завершая историю про Кузнецова, начала вот эта ленинградская команда набирать обороты, не всем это нравилось. Ну и, в общем, когда стало, соответственно, в раз, ленинградское дело, они все под лавочкой попали. И Капустин, и Родионов, и Попков, ну и, соответственно, конечно, Грозесецкий с Кузнецовым. У Кузнецова была дочь Алла, очень красивая девушка. У нее был роман с Серго Микояном, сыном Микояна. И, несмотря на то, что отца расстреляли, надо отдать должное семье Микоянов, они не отказались от этого брака. Есть фотография, где Серго вместе с ней, но она прожила недолго, к сожалению. Но у них остались дети. И фамилия Кузнецова и Вознесенского, ну и всей этой братья, она была вычеркнута, конечно же, историей. И самое главное, был уничтожен музей обороны Ленинграда. То есть вот я, как ленинградский школьник, не мог в него сходить. Дальше была такая история, что все это ложилось в общую канву всех остальных преследований. И в адрес, соответственно, Зощенко с Ахматовой и так далее. И слава богу, что теперь у нас хотя бы здесь висят эти две мемориальные доски. Понятно, что никто на них не смотрит. Понятно, что мало кому это интересно. Но мне интересно, да, мне, человеку из Ленинграда, Петербурга. Вот это внутренний двор музея Щусева. Я себе, конечно, прикололся вот от этой вот инсталляции. Ты же, Лера, в такой же примерно конструкции живешь, да? У тебя, например, такой же дом. Да, в Перово, который сейчас, к сожалению, приходит совершенно в другое состояние. Ну, а вот это традиционная история, да, как раскрываются старые объемы. То есть, был дом с определенной фактурой, который выглядело как абсолютное здание, ну, я не знаю, там, пушкинской эпохи. А оказывается, в нем мы можем видеть сохраненные еще окна 17 века. Ну, понятно, что эти наличники потом были восстановлены. Их, видите, сначала они их стесывали, а потом их обратно восстанавливали. Но так, это я всегда рассказываю, в Москве так выглядит большинство домов в центре. Когда вот вы видите такие двухэтажные постройки, потому что, скорее всего, вот они такие. Щусев начинал как архитектор культовых построек. Он увидел один раз в объявлении о том, что у одной генеральше умер муж. И нарисовал проект. Пришел к ней с часовней на могилой. И она его приняла. И, собственно, он ее построил. Заработал денег. И дальше, собственно, он специализировался на как раз церквях и храмах. Самая большая, конечно, его удача, это был храм на территории Марфо-Мариинской обители, который устроила великая княгиня Елизавета Федоровна, вдова великого князя Сергея Александровича, который был убит эсерами на территории Кремля. Такой потрясающий храм с приплюснутой немножко маковкой в псковском стиле. Этот заказ подогнал ему его приятеля, художник Нестеров. Ну и дальше, соответственно, он должен был развиваться по этому направлению. Но случился 17-й год, после которого Щусев переконвертировался. И в определенный прекрасный для него, и не очень прекрасный для партии большевиков, момент. Его вызвали и сказали, вы знаете, вот Владимир Ильич умер, и надо срочно, срочно, срочно сделать мавзолей. Параллельно вызвали, соответственно, архитектора Мельникова. Сказали, вот надо срочно сделать саркофаг. Они спросили, когда, и им, естественно, ответили, вчера. Ну, то есть им дали там буквально несколько часов на разработку проекта. И Щусев придумал вот эту вот историю с Зикуратом. Он этого не скрывал, что он ориентировался на старые такие культовые постройки, там на египетские парамиды и так далее, чтобы там внутри было помещено тело нового советского бога. Сначала мавзолей был из дерева сделан, потом был перестроен в камни. Мельников получил тем самым охранную грамоту. И вот тот дом его, который здесь находится неподалеку, в Кривоарбатском переулке, вот этот круглый, ну, вы вообще зацените контекст. Страна живет в коммуналках, все там ютятся по углам, а Мельников строит себе отдельный дом, который потом вошел, в принципе, во все международные энциклопедии архитектурные. Потому что вот у него была такая вот история. Но когда начался как бы поворот концепции граждостроительной в Советском Союзе с подачей Сталина, то на Мельникова начали гнать. И вот я когда был в музее имени Щусева на выставке, посвященном Мельникову, там была приведена цитата. Цитата непосредственно Щусева. Его эксперименты носят явно формалистический характер. Подобная вычурность совершенно не соответствует задачам социалистического строительства. На фоне той правды и искренности, какой должна отличаться советская архитектура. Опыты Мельникова в гражданском строительстве выглядят как неприкрытое трюкачество, как совершенно очевидная бесвкусица. Это он писал про архитектора, на павильоне которого, там, Махорка, и самое главное его павильон на международной выставке Парижа советской. И, ну, сейчас молятся все, как бы, искусствоведы, а тогда молились все авангардисты и все архитекторы мира. Интересно, что, Щусева, точно так же потом начался гон. Его точно так же... Его, например, обвинили в полгиате, да, Савелий Фестапрам, за то, что он украл вроде как макет, дизайн гостиницы «Москва», хотя по факту выяснилось, что это не так. Ну и в дальнейшем... Щусева надо отдать должное, сказать спасибо, что он спас мозаику, потому что, когда зашла речь о том, как отделывать мавзолею, он сказал, ну, вот, мозаика. Потому что в 20-е-е годы какая мозаика? Это же мозаикой церкви отделают. Вот, соответственно, наш Фролов в Ленинграде начал делать эту мозаику и для московского митрополитена в том числе. А потом, если вы зайдете в Елоховский храм, вот я рассказывал об этом в предыдущей экскурсии, то вы видите там два надгробия. Одно из них как раз Щусевское для митрополита Сергия, для патриарха нашего. И считается... Ну, это того, которого в 43-м году Сталин, собственно, вызвал в Кремль и сказал, что теперь вроде как с Русской православной церковью мы дружим. И даже предложил ему где-то поселиться. Ну, и поселил, соответственно, здесь неподалеку, между Астуженкой и Причистенкой. И считается, что это такая некая покаянная работа. У меня сегодня было уже две экскурсии, простите. Я вот, соответственно, третью, можно сказать, провожу, поэтому в горле сохнет. Вот так вот качались идеологические качели. Я уж не говорю о том, что Меркулов, который привез этот самый пакет к Кузнецову, тоже был расстрелян после смерти Сталина. Так что это истории жизни, короче, все умерли. А вот здесь у нас мемориальная доска, что тоже все умерли, но совершенно другие люди. В данном случае Валентин Александрович Серов. Серову очень интересная история, потому что он вообще был одним из учеников Репина. И Репин называл его Антон. Вот мы сегодня гуляли, я сказал честно, что я не знаю, почему Антон. И мне написала одна из экскурсанток, большое об этом спасибо, наш общий чат, я создаю чаты во время экскурсии, куда кидает иллюстрации, что его просто называли Валентин, Валентоша и потом сокращенно Тоша. И вот от этого Тоша происходит Антон. То есть видите, такая длинная секвенция, не совсем очевидная на первый взгляд. Самая первая его прозвучавшая работа, это, конечно, девочка с персиками. Бедная эта дочка Мамонтовых позировала ему там больше, чем в два месяца. Вообще, Серов очень любил мучить своих моделей, добиваться идеального результата. Но прославился он, скандально прославился другой своей картиной, другим своим портретом. Девушка в лучах солнца. Я опять забыл, как она называется, но точно называется. У меня на экскурсии была прекрасная, добрая фея, которая сказала, как она точно называется. Про нее передвижники писали Павлу Михайловичу Третьякову, который купил. Зачем вы купили этот сифилис? Посмотрите, какие краски у нее на лице. Ну, мол, типа она больная. То есть так нельзя. Хотя, казалось бы, уже импрессионисты. Уже как бы вот Морозов с Чукиным покупает этих импрессионистов пачками и так далее. Но нет. Серов на этом не остановился, понятное дело. Он прославился как портретист. Ну, и одним, конечно, из самых известных его портретов является портрет Николая Второго в Тужурке. Он его писал в Зимнем дворце. Это был такой сюрприз для Александра Федоровны. Они там типа пытались скрыться. Ну, как там скроешься, да? В какой-то момент она зашла и, как писали, допустила бестактность. Мол, не так надо чуть-чуть изобразить. На что Серов дал ей кисти в руки и сказал, ну, тогда продолжайте сами. Ну, вот мог, да? Представляете, если бы сейчас был YouTube или там интернет в то время существовал и Серову бы писали комментарии, что ему делать, как ему рисовать. Тут уж, знаете, кисти этим диванным троллям не выручишь. Тем не менее, художник Коровин отметил, что на этом портрете мы видим вот такую интеллигентность, образованность Николая Второго и, что самое главное, слабость. Действительно, слабый был царь, абсолютно безвольный, и Серов это подметил. Портрет оказался настолько удачным, что потом даже вот его дядя Михаил Николаевич заказал себе такой же, ну, примерно в таком же стиле, даже в таких, примерно, цветовых красках. В цветовых оттенках. Не все знают, что этот портрет, он у нас копия. Потому что оригинал, революционно настроенный, солдаты и матросы на штыки, соответственно, и задрали, когда ворвались в зимний дворец. А Серов, вот будто чуя, нарисовал копию. Если здесь закрыто, то мы сюда не зайдем, а вот днем мы заходили. Но, судя по всему, здесь уже закрыто. Я вам дам лайфхак. Сделайте это сами. Вот пройдите туда, в эту церковь, да, это храм святителя Николая Мерликийского, и там за елочками вас ждет сюрприз. А вот что за сюрприз, не скажу. Сами обнаружьте. Ну и потом, соответственно, и портрет Зинаиды Юсуповой, который он писал во дворце на Мойке, и портрет самого Феликса Юсупова с его любимым этим собачкой, мопсиком под названием Клоун. Тут у меня была очень смешная ситуация. Я подписан на один паблик, где всякие мемчики постят. И там, соответственно, как мне избавиться от этого, соответственно, я так и не придумал, да. Постоянно вот это слово паразит присутствует в моей речи. Ну, извините. Кто-то спросил, как звали собаку Феликса Юсупова, и второй человек ответил. Вы знаете, как сейчас люди общаются? Они общаются не словами, а вот этими эмодзи, да. И висит туда Клоуна. А ему за это там владелица, хозяйка чата пишет, бан. Такие все нежные, знаете, если бы я так реагировал на свои комментарии. Но не забанил она, надо дать ей должное. И я пишу, ну, как бы это на самом деле просто он ответил на вопрос, потому что звали Клоун. И этот человек написал, что большое спасибо за вашу экскурсию, это был Ребус. И, в общем, он все это дело делает, пока не наступает 1905 год. И он наблюдает события Крового Воскресения из окна, и пишет картину солдатушки, где же ваша слава, для журнала «Жупел». И демонстративно выходит из состава Академии художеств, потому что Академией художеств тогда руководил великий князь Владимир Александрович, получивший потом продавщик Кровавый. Он же, ну, как бы сейчас сказали бы, являлся руководителем, главой Ленинградского, Санкт-Петербургского северо-западного военного округа. И самое главное, он человек, который долгое время не мог вступить в общество передвижников, они там писали письма, ну, потому что передвижники, это же мы сначала бунтуем, тра-та-та, а потом, в общем, мы становимся костной организацией. Такая вечная проблема отцов и детей. Тут народилось молодое поколение талантливых художников. Он выходит из общества передвижников и примыкает к мироскусникам. Да, то есть вот Дягилев, Александр Бенуа, вот эта вся история. И сначала он пишет картину «Похищение Европы». Это такой прямо уже модерн-модерн, плоскостной. А затем портрет балерины Ида Робинштейна. И, конечно, Репин, когда его увидел, он был в шоке. Да, здесь пройдем, скорее всего, машина не поедет, я надеюсь. Он был в шоке, он сказал, «Антон! Вы уже знаете, почему Антон! Это что? Это кто?» Он говорит, «Это я!» «Да как ты можешь?» То есть Серов, в отличие от этих передвижников, которые застряли в этом своем соцреализме, он шел вперед, тем более, что, ну извините, опять-таки, французская школа наступала. И вот здесь мы потихонечку переходим к теме собирания этой французской живописи. Так, если вкратце, да, было два человека, известных на тот момент в Москве это Иван Абрамович Морозов и Сергей Иван Щукин. Щукин заикался, он говорил немножко вот так вот. Они оба были такие бизнесмены старой абрятцы, оба были ситцевыми фабрикантами, магнатами. Соответственно, они, как бы, ну как бы сейчас сказали, следили за паттернами, которые размещались на их тканях. То есть немножечко, наверное, понимали, да, хотя бы в цветовых каких-то предпочтениях. Морозов, в отличие от Щукина, все-таки занимался живописью, он учился вместе с Коровиным, но в какой-то момент понял, что не его и решил отсобирать ее. А Щукин нигде ничего не учился. И вот просто на секундочку задумайтесь, вот даже сейчас вы придете, ну вот сейчас вот там за этой церковью Гмеемия Пушкина, там, ну девочка на шаре еще ладно, да, это мы еще можем понять хоть как-то, а допустим этот портрет кубический Пикассо, ну а в Эрмитаже уж, чего ж там, да, все эти бабы с квадратными сиськами, ну не все, не все понимают эту живопись, ну мягко говоря, даже сейчас. А прикиньте, в то время, да, то есть импрессионисты, они же, ну, когда у них был первый салон, это был скандал, как так можно писать, они покупают импрессионистов, потом они начинают покупать пост импрессионистов, да, Гогена, Сезана, Ван Гога, что интересно, как говорил Морозов, ну я поехал, привез несколько Гогенов, да, все, все, он этих Гогенов вот собирал такими пачками, не торговался никогда, при него говорили, что это русские, которые не торгуются. А потом вот Матисс, Матисса больше любви была к Щукина, и известная картина, допустим, Танис, она была заказана для особняка, к которому мы с вами, собственно, и направляемся. Опять, Ну, а Пикассо, это же вообще застрелиться не стать, то есть, Щукин говорил, что картина, она должна быть, вот когда ты на нее смотришь, как будто стеклянной ваты в рот набрал, или вот чтобы она должна вызывать у тебя шок. Вот если картина вызывает у тебя шок, значит покупание. Это абсолютно идет в разрез с какими-то установками, которые потом, вот мы об этом поговорим, диктовало, да, уже вскоре, диктовало советское правительство. Картина не должна вызывать шок, картина должна тебя настраивать на определенный манер, да, вызывать там к победам труда и обороны. здесь задник на самом деле детища отца Цветаевой и Нечаева Мальцова, но это отдельная тема для разговора, а я вам хочу подставить карту старой Москвы и вы увидите, что на этом месте раньше там написано Колымаж. Здесь, наконец, Колымажный двор, то есть этот царский гараж, Колымаги стояли, а потом здесь, наконец, пересыльная тюрьма. Сюда доставили Домбровского, такого, Ярослава Активного, участника восстания в Польше в 1963 году, и он отсюда интересным способом вбежал. Ему помог Кружок Ишутинцев, это те самые замечательные в кавычках парни, которые организовали, ну и как, они же не организовали просто, Каракозов был из их среды, он приехал и в апреле 1966 года пытался застрелить Александра Второго на выходе из Летнего Сада. Так вот, там среди них был такой Болеслав Шостакович, да дед Шостакович композитор, то есть они, эти заключенные, Домбровские в том числе, они ходили в баню каждую неделю, и туда, в эту баню приходили к ним бабы продавать, там яблочки, еще что-нибудь, снять всякое, и ему передали, соответственно, с надлесками. Платок он его надел, платье какое-то, и вместе с этими женщинами прекрасными и вышел, и все, и следом простыл, его искали везде, а он скрывался здесь, в Москве. Потом эмигрировал, ну как эмигрировал, не эмигрировал, сбежал, переправился через границу, и даже воевал на баррикадах парижской коммуны. Вот такая крайне забавная в кавычках история, связанная с этой локацией, о чем не все, мягко говоря, рассказывают, а точнее, наверное, вообще никто, потому что здесь обычно речь заходит о других вещах. И собирали они эти коллекции Щукин, чтобы вы понимали, накупил 51 полотно Пикассо, которые, которые, эти картины висели у него в комнате 25 квадратных метров. Там все было увешано, но я вам сейчас, допустим, подставлю одну из фотографий, там вот на задней стене как раз угадывается разговор Матисовский. Матис приезжал сюда в Москву по приглашению Щукина. Он когда увидел иконы, он обалдел, потому что он сказал, что это же то, к чему мы долгое время шли, мы художники, да, оказывается, у вас это все есть. И вообще, на самом деле, если мы посмотрим, что котируется у западных существоведов нашего русского, российского, то мы выясним, что это две вещи. Это авангард и русские иконы. Там обратная перспектива, да, то есть, если мы, когда смотрим на картины, мы привыкли вот так, а там обратная перспектива, потому что это Бог на нас смотрит. То есть, он оттуда смотрит на нас. Ну, и Матис писал портрет Щукина и участвовал в развеске его полотен. Морозов же заказал себе туда на причистинку, например, декоративное панно Дени. Это сейчас все висит в Эрмитаже. В общем, колоссальные коллекции. При том, что Танис Матис вызвал скандал во Франции и Щукин сначала отказался его покупать, но потом все-таки согласился. И вот приходит 17-й год. Ну, сначала Первая мировая война, спасибо ей в кавычках, она прекратила деятельность тех, как покупателей искусства. Ну, а потом 17-й год, оба они эмигрируют, их коллекция остается здесь. И из особняка Щукина перевозят его картины в особняк на Пречистинке Морозовский. И там формируется крупнейший в мире музей современного искусства. Он получает такое название, музей современного западного искусства. Он становится первым музеем в мире. вот там за вот этим как это называется за решеткой дом находится. Дом как раз Сергея Ивановича Щукина, где у него висели все эти картины. Сейчас это особняк принадлежит Министерству обороны. На пять лет раньше, чем музей современного искусства образовался в Нью-Йорке, у нас был свой крупнейший на тот момент. И поначалу советское правительство приветствовало всю эту историю, потому что ну вот опять-таки авангард, все прогрессивно и так далее. Ну а потом во время войны эти картины эвакуируют, их возвращают и вот туда на Престичинку приходит тот самый Ворошилов Климент с художником Александром Герасимовым. Герасимов прославился картиной, которую в народе называли два вождя после дождя. Там как раз Сталин с этим самым Ворошиловым стоит и так смотрит вдаль. Сталин подписывает указ, согласно которому все это объявляется формализмом, буржуазным упадничеством и так далее. То есть как раз начинается вот эта волна по борьбе со всем западным. То есть ну дело доходило до того, что ну понятно, да, Салат Оливье теперь столичный, булка, хала, теперь плетенка, французский батон, теперь городской батон и так далее. Но даже, например, в футболе положение вне игры появилось такое понятие вместо офсайда. Хотели сам футбол с боксом переименовать, но просто Сталин решил вступить все-таки в МОК, Международно-Олимпийский комитет оставили. Гандбол стал называться ручной мяч. То есть с плену надо было петь не снова мы больны гандболом, а снова мы больны ручным мячом. Ну и эти картины все там, часть даже должны были быть уничтожены. Слава богу, до этого не дошло. наш ленинградский арбели подсуетился и большинство картин перетащил сюда к нам, в Ленинград. Сначала большие полотна, потом все остальные. В Москве вживали сопли, поэтому боялись за них вступаться. То есть мы сейчас даже не догадываемся, что приходя в Эрмитаж и глядя на все эти полотна, чтобы вы понимали, Матис-Танец это картина, которая считается третьей по цитируемости, по значимости в мире, по распространенности вообще даже в качестве мемов. Что мы совершаем антисоветский акт, что это недостойно поведения советского гражданина, потому что социализм наше все. Здесь обратите внимание, я люблю показывать вот эти потрясающие танчики Рудниковские, господи, Рудневские. Это такой переходный стиль между конструктивизмом и сталинским ампиром. Это редкий пример нашего советского ар-деко. Вроде как сочленение вертикального и горизонтального объема есть, который мы привыкли видеть в конструктивизме. У здания НКПС, например, Фоминская находится здесь в Москве. Или наш Троцкий построил возле Нарской. Но при этом огромное количество уже декоративных деталей, ну и вот танчики божественные. Это здание должно было быть туда аж вплоть до Арбатской площади, но не хватило тогда ни денег, ни сил, ничего, ни всего остального. И с тех пор между научными сотрудниками Геминия Пушкина и нашими эрмитажниками ну, как бы, сказать, такие немножечко натянутые отношения. Потому что, если вы помните, даже была попытка вернуть эти картины назад. У нас сейчас, кстати, в Эрмитаже они сделали вот в главном штабе совершенно потрясающую экспозицию, как, например, выглядела гостиная Морозова с этими самыми Марисой Дени Панно. Щукин и Морозов умерли своей смертью не в нищете. Оба они уже больше ничего не собирали. Щукину предлагали продолжить это занятие, даже хотели дать ему несколько бесплатных картин, чтобы пошел слух, что он опять собирает. У него был настолько авторитет уже, что это было возможно, но он отказался. А мы благодаря вот таким действиям, к сожалению, лишились возможности иметь самый первый, самый крупный музей современного искусства в мире, который был. И когда потом, после того, как железный занавес после смерти Сталина, но хоть немножечко рухнул, и сюда приезжали иностранцы, особенно французы, они, конечно, смотрели в Эрмитаже на это все как бы с отвисшей челюстью. Господи, откуда у вас такой Моне? Откуда у вас такой Дега? Откуда у вас такой Матис? Откуда у вас такой Пикассо? Вот оттуда. Хотели, кстати, распродать это все тоже. И, например, знаменитое полотно Ван Гога ночное кафе, которое сейчас находится в Ельском университете, оно было на причистенке когда-то висело, уплыло, спасла депрессия. Кризис экономический спас то, что цены на импрессионистов и на всех постимпрессионистов упали, и это все стало крайне невыгодно. Поэтому, как только вы начинаете гнать на культуру, как только вы начинаете гнать на искусство, вы проиграли. Потому что время все равно расставляет свои места, и мы теперь ходим и в Пушкинский музей, и в наш Эрмитаж, и наслаждаемся этими замечательными полотнами. Это то, что я вам сейчас хотел рассказать достаточно вкратце, бегло, возможно, но я надеюсь информативно. Значит, в конце я вам хочу сказать, что экскурсии у нас идут активно, особенно в городе Наневе. Там их плотность будет увеличиваться. В Москве я тоже буду проводить экскурсии, потому что меня умоляют, но, может быть, не так часто. Плюс сейчас еще один небольшой закадр. Да, друзья мои, седьмого и восьмого будут аж три экскурсии в столице. Я специально вел еще вечерний пятничный формат. Когда-то мы так гуляли, это заходило на ура. Вас даже ждет тур по проходным дворам Москвы, но вот какие нашел, такие и будут. А в Петербурге также мы гуляем теперь по пятницам вечером и субботу, воскресенье днем. По-прежнему в наличии есть мои книжки, путеводитель Невский с перцем, книга о пиаре во время русско-японской войны и остросоциальный роман Корень. Их можно приобрести как у меня на сайте, так и после экскурсии, правда только в Петербурге и в этом случае я их подписываю. Еще, друзья мои, Невский с перцем выдержал три издания, третий тираж уже подходит к концу. Если вы хотите принять участие в четвертом тираже и попасть на его обложку, которая, кстати, опять будет другая, то обращайтесь ко мне, мы обсудим с вами все возможные форматы спонсорства. Все интересующие вас ссылки есть в описании приходите, увидимся оффлайн и онлайн, пока!